Сразу несколько человек попросили меня записать видео с разбором ролика одного из самых известных эктоморфов русского фитнес-ютуба Андрея Кобелева о типах телосложения. Андрей Кобелев – это известный турниковый атлет, тренер и видеоблогер из Украины. Он начал свой путь в фитнесе в 2010 году и за несколько лет стал одним из самых известных представителей и любителей турников и брусьев. И если вы не в курсе этой темы, то настоятельно рекомендую посмотреть первые два видео, в которых я развенчивал все основные мифы касательно типов телосложений на примере Майка Борейка. Вот здесь будет два ролика, ссылки будут в описании. Это позволит вам лучше понимать, что к чему. Но поскольку некоторые люди все равно продолжают следовать этим мифологическим типологиям, то давайте еще разочек пройдемся по теме. Эктоморфов, ксеноморфов. И всей этой прочей типологической лабуды. Будет интересно, так что заваривайте чаек, и мы начинаем. В этом видео мы разберем типы телосложения человека. Правда это или выомысил, научно это или антинаучно, какие есть вообще классификации и что нам с этим делать в спорте. Просто сейчас много споров ходит насчет этой темы. Мол, никаких эктоморфов, мезоморфов там не существует, это все выдумки Шелдона, ну и так далее. Всем привет, друзья, давно не виделись, очень долго я не снимал видео, сразу извиняюсь, но у меня настиг, короче, ремонт. Я менял систему отопления, поставил себе электрокотел и у меня сгорела проводка. Пришлось стену разбирать, менять проводку, короче, до хрена делов. Хорошо хоть успел сейчас до зимы, да, у нас уже неделю минус 30 стоит. Сейчас вы без отопления. Да, вот она взрослая жизнь, что, кстати, наверняка большинство зрителей Школоты просто не поймет, о чем сейчас Андрей рассказывает. Но я его отлично понимаю, да, в плане котлов это такая головная боль. Правда у меня газовый котел и это огромная головная боль местами бывает. Но, Андрюх, я тебя понимаю, да, зимой без котла, без отопления. Во время моего отсутствия выходила видео на Boosty и в качестве изменения я сделаю три последних видео на Boosty бесплатными, в свободном доступе. После просмотра этого видео можете перейти на мою страничку на Boosty и посмотреть три последних выпуска. Раз уж Андрей сам затронул тему Boosty, то я не могу не поделиться ссылочкой на нашу страницу на этом сайте, где можно финансово безвозмездно поддержать наш проект. Поскольку знание это не товар, то фактически вы ничего не получаете за вашу поддержку и за помощь нашему каналу. Кроме возможности получить доступ к текстам, сценариям роликов, которые еще не вышли. То есть все наши ролики, абсолютно все, вся информация дается бесплатно, открыто. Но есть некоторые вещи, которые мы еще не успели отснять, но сценарии для них уже написаны со всей информацией, со всеми полезными штуками, которые мы хотим рассказать. И вот к этим сценариям те, кто поддерживает нас на сайте Boosty, получают доступ, как только сценарии написаны и опубликованы. Вообще мы стараемся, конечно, писать сценарии и сразу снимать. Не всегда это получается, у нас тоже был большой перерыв в съемках, поэтому накопилось несколько сценариев. Если хотите прочитать их прямо сегодня, переходите на Boosty, оформляйте спонсорскую подписку и читайте. Если не хотите, нет возможности, то просто немножечко подождите, мы обязательно все отснимем, все расскажем, вы все увидите в цвете, в красках, интересно, красиво. Так что не переживайте, доступ абсолютно ко всей нашей информации будет абсолютно у всех и открытый, свободный. Потому что еще раз, знание это не товар. Итак, что же такое телосложение и соматотип человека? Это пропорции и особенности развития жировой, костной и мышечной ткани отдельно взятого человека, которое обусловлено генетически. Нет, это не особенности развития. Соматотипы это констатация того, как уже развелось. Еще раз, на основе соматотипов, и я об этом буду говорить чуть дальше, ничего не предсказывается. Это фиксация того результата, который есть сейчас. Собственно, как должен расти и развиваться наш организм записано у нас в ДНК. Все закодировано с одной стороны, но с другой стороны люди могут меняться, тренироваться, сесть на диету, похудеть или наоборот набрать мышечную массу. Здесь как расходят споры, что, допустим, когда человек худой, он типа эктоморф, но он же может набрать мышечную массу, станет мезоморфом или вдруг станет эндоморфом. То есть может ли вообще соматотип меняться? Тут нужно понимать, что соматотип человека это придуманная классификация. Есть очень много различных теорий по Шелдону, по Хиткартеру. В первую очередь все это было разработано для именно исследований в области медицины. То есть сравнивали разные типы людей и у кого какая условность есть к каким-либо заболеваниям. Причем не столько медицины, сколько психологии и психо... психиатрии, да, и заболевания наносили в основном психический характер, то есть у людей что-то было не в порядке с головой. То есть в качестве спорта это дело вообще изначально не рассматривалось? Да, в принципе, и сейчас не рассматривалось. Соматотипы к спорту привязали, я не знаю, фитнес-редакторы, редакторы фитнес-журналов и какие-то недокочки, которые пытались как-то научно, псевдонаучно обосновать что-то. Но на самом деле к спорту это не имеет отношения. Думаю, вы слышали там, астенический тип телосложения, он же равно эктоморфы, да, нормостенический и гиперстенический. Это классификация Чернорудского, разработана еще в 1925 году. Чернорудский был терапевт и использовал эту классификацию для различных медицинских исследований. Свою классификацию этот советский ученый, Чернорудский, взял с немецкой классификации, с работы Эрнста Крёчмера. Эрнст Крёчмер, немецкий психиатр и психолог, создатель типологии типов строения тела и их связи с психическими болезнями, а также типов темпераментов. 11 ноября 1933 года он подписал обет верности профессоров немецких университетов и средних школ Адольфу Гитлеру и национал-социалистическому государству и поддерживал СС. Нацистского такого врача, можно сказать, ученого, который самотипировал людей и затем хотел объяснить, как разные самотипы подвержены тем или иным психическим заболеваниям. Его работы сначала были популярны, а потом подверглись резкой критикой, поскольку у них были серьезные проблемы со производимостью результатов. Кроме того, в самой методологии его исследований были допущены серьезные огрехи. В том числе он сравнивал болезни, которыми люди болеют в разном возрасте, и, соответственно, их конституция тела также будет сильно отличаться именно исходя из того, что они находятся на разном жизненном цикле своего жизненного пути. Помимо этого, он также не учитывал тот факт, как сама болезнь, то есть как само поведение влияет на конституцию. Для простого примера, если мы возьмем человека, который увлекается киберспортом, то, скорее всего, он, поскольку целыми днями сидит, спортом не занимается, питается ни ахти как, будет либо склонен переедать к перееданию малоподвижному образу жизни, либо, наоборот, будет очень худым, потому что он мало будет есть и вести также малоподвижный образ жизни, но очень много проводить времени за компьютером, за умственной активности. Объяснять то, что худые люди склонны более становиться киберспортсменами, было бы серьезнейшей ошибкой, потому что у нас начинает хвост вилять собакой. Нет, он худой, потому что он ведет такой образ жизни, а не он ведет такой образ жизни, потому что он худой. Таким образом, работы Крэшнера, Крэшнера, эти немецкие фамилии были позабыты, но поскольку Советский Союз в то время очень тесно и активно сотрудничал с нацистской Германией, то и в Советском Союзе ввели аналогичную, прямо вплоть до названий, типологию. И также он ее использовал для объяснения того, как разные соматотипы отзываются, откликаются, взаимодействуют с разными типами соматических болезней. Нужно понимать, что вот в то время, в 1928 году, когда одни занимались вот этой вот билибердой, пытаясь по картинке, по внешнему виду, по описанию человека предсказать, как он будет справляться с болезнью, другие, такие как Александр Флеминг, открывали антибиотики, которые действительно работают и которые спасают жизни людей. Сэр Александр Флеминг – британский микробиолог. Открыл лизоцин и впервые выделил пенициллин из плесневых грибов понесилием-нататом – исторический первый антибиотик. В сентябре 1945-го, накануне приезда во французскую столицу Александра Флеминга, парижские газеты писали, «Для разгрома фашизма и освобождения Франции он сделал больше целых дивизий». За прошедшие 100 лет медицина, биология, биохимия и все смежные науки сделали невероятный шаг вперед, оставив далеко в прошлом все эти теории самотипов как абсолютно несостоятельные, потому что на то, как человек будет реагировать на ту или иную болезнь, как он будет с ней справляться, влияет огромное количество факторов, многие из которых являются эндогенами, многие из которых вы не можете наблюдать непосредственно, просто оценивая визуально человека. Гормональная система ее работы, генетические предрасположенности, может быть, какие-то сбои. Масса, масса вещей, которые сейчас нам стали открыты благодаря прогрессу науки. В то время о них не знали, но пытались как-то что-то объяснить. Нужно понимать, что вся эта самотипическая типология, она не сильно далеко ушла от идей, которые в свое время представлял Гиппократ. Гиппократ – древнегреческий целитель, врач и философ. Вошел в историю как отец медицины. С именем Гиппократа связано представление о высоком моральном облике и этике поведения врача. Клятва Гиппократа содержит основополагающие принципы, которыми должен руководствоваться врач в своей практической деятельности. Произнесение клятвы, которое на протяжении веков, значительно видоизменялось. При получении врачебного диплома стало традицией. Объясняю, что есть четыре типа темперамента, каждый из которых зависит от того, какая именно жидкость превалирует в теле человека. Бредятина? Бредятина полнейшая. Но на том уровне развития человеческого знания люди действительно относились к этому серьезно. Проблема в том, что некоторые люди продолжают в 21 веке относиться к самототипам серьезно. Хотя никакой научной основы под ними нет. Эта тема тогда широко разошлась и по миру стали придумывать все новые и новые теории. Например, эта классификация рассматривалась и в учебниках Силуянова по оздоровительной физкультуре. Там приводятся в примеры исследования склонности различных типов телосложения к заболеваниям. То есть астеники, они же эктоморфы, более склонны к различным психосоматическим расстройствам, расстройствам нервной системы, также более подвержены туберкулезу и так далее. Быстрый обмен веществ, поэтому они худощавы, даже имея повышенный аппетит. Гиперстенический тип телосложения, они же эндоморфы, больше подвержены к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Там диабет, ожирение, инфаркт, инсульт. Все это, короче, полный набор. Нормостеники, они же мезоморфы, да? Отличаются предосположенностью к заболеваниям верхних дыхательных путей, упорно-двигательного аппарата. Неврология. Объяснять предрасположенность к заболеванию верхних дыхательных путей внешним видом человека, о том, что он спортивный, это очень, очень, очень странно. Я не смотрел оригинальные исследования вот этих 70-х годов, потому что за полвека, полвека очень много что поменялось, и поэтому я более чем уверен, если мы посмотрим в оригинальные исследования, мы увидим, что они проведены очень некачественно, с очень ограниченной выборкой, и результатам им доверять как минимум нельзя. Я обязательно сделаю вставку, если успею до монтажа проверить этот момент. На данный момент нет никаких абсолютно оснований говорить о том, что человек, который ведет более спортивный образ жизни, более подвержен заболеваниям верхних дыхательных путей. термин невероятно широкий, невероятно широкий, чем человек, который не ведет такой активный образ жизни. Это я не знаю, ребят. Не говоря уже о том, что в принципе люди, которые, допустим, живут в деревне, и люди, которые живут в городе, у них будет различаться экологическая обстановка, и она будет гораздо больше влиять на их подверженность заболеваниям. Да, если ты всю жизнь провел на свежем воздухе, если ты всю жизнь прошел в городской среде, да еще у тебя там заводы рядом. Но при этом ты можешь заниматься спортом или не заниматься спортом. Я не знаю. Это настолько плохо. Теперь приходим к самой известной классификации Шелдона. Была разработана в 1940 году. Собственно, почему сейчас идет такая большая критика в его сторону? И я думаю, вы часто видели комментарии такие, что вот, типа, это все выдумки Шелдона, все эти эктоморфы, мезоморфы, на самом деле этого не существует и так далее. Антинуучный какой-то бред. По-моему, кто-то из блогеров просто пустил эту тему на самом деле, но до конца не разобрался. Либо у меня такое ощущение, что у других блогеров проблема с названием меня по имени. Даже не знаю, как его зовут в шапочке. Прямо как вот у Путина проблема с названием Навального по имени, он всегда использует какие-то метафоры и насказания. Ведь где этот господин не появляется, там всегда он что-то следит, как у нас говорят. Но всегда за ним какая-то проблема. Так и у других блогеров почему-то какие-то есть проблемы с тем, чтобы ссылаться на меня напрямую. Да, я сказал, что Шелдон и его типология, она абсолютно антинаучна. Более того, в научной среде ее раздробили, разбили, уничтожили еще полвека назад. Почему мы продолжаем на нее ссылаться? Почему качки, не самые образованные, не самые умные ребята, продолжают втелерать лютую дичь проектоморфов, мезоморфов и эндоморфов, когда речь идет о том, что кому-то тяжело накачаться. Хотя у Шелдона вообще ничего про это нет. Шелдон пытался связать внешний вид человека с его поведением. Причем он оценивал, оценивал поведение и внешний вид по фотографиям. И естественно, с воспроизводимостью результатов был полный провал. Собственно, Шелдон был психолог. И он проводил исследования в целях изучения влияния самототипа на поведение, то есть на какие-то психологические аспекты. Собственно, как проходило исследование? Он просто рассматривал 4000 фотографий голых, жирных, усатых, потных мужиков с огромными яйцами. И сделал там какие-то выводы. Более того, фотографии были получены без согласия тех, кто на них изображен, из-за чего был огромнейший скандал также устроен. Представляете, какая классная? Но я обо всем этом рассказывал в тех роликах про Майка Борейка, поэтому не буду сейчас повторяться. Походу, он был гачеменом, да? В будущем его теории исследования подверглись критике, и было, собственно, выяснено, что тип телосложения на поведение-то особо не влияет. Именно поэтому его классификация была раскритикована, а не потому, что типов телосложения не существует. Нет, 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 подожди. Если мы создаем какую-то классификацию, мы создаем ее с какой-то определенной целью, если ты говоришь, что вот у тебя три типа людей, эктоморф, мезоморф, эндоморф, один ведет себя так, другой так, третий так, и это впоследствии оказывается вообще несостоятельным заявлением, то есть смысла в твоем разделении, в твоей классификации нет никакого. Классификация должна нести в себе какую-то логику. Например, цифры, числа. Есть у тебя четные, есть нечетные. И они абсолютно однозначно друг от друга отделены. Нет такого, что цифра нечетная будет себя вести как четная. Такого не происходит. Именно поэтому эта классификация работает. Здесь же у тебя назвал его эктоморфом, но он может вести себя как мезоморф, без проблем, или как эндоморф, или вообще еще как-нибудь, черт знает как. Тогда какой смысл его называть эктоморфом? В чем смысл? От того, что Шелдон просто объяснил, написал, рассказал, что есть люди худые, есть средние, а есть толстые, ничего нового он в науку не принес. Надо это понимать. Я не отрицаю тот факт, что есть толстые люди, есть худые люди, есть средние люди. А все люди разные, здорово. Классифицировать на этом основании их нельзя. Но есть более продвинутая, да, более современная система, да, по хит-картеру. Она отталкивается именно от Шелдоновской. Вы меня сейчас спросите, а вот хит, это случайно не та самая Барбара Хит, помощница Шелдона, в свое время выступившая с резкой критикой его заявлений и обвинившая самого Шелдона в фальсификации результатов? Я скажу, да, да, это та самая Барбара Хит, которая работала на Шелдон, а потом вместе с коллегой разработала на его основе свою классификацию, такую же бесполезную, более того, так же фальсифицируя результаты при проведении исследования. Мне не хватало данных по нескольким сотням участников, чьи данные она собирала для сбора своей статистической таблицы, и она их просто выдумала из головы. И это потрясающе. Уровень научного знания. А люди потом на серьезке используют эту типологию для того, чтобы посчитать, где они находятся на шкале мезоморфности, эктоморфности, эндоморфности. Она просто выдумала результаты, потому что у нее не было данных. Как можно серьезно относиться к этому? Как можно всерьез комментировать это? Я не понимаю. Почему мы продолжаем это обсуждать? Почему вы продолжаете тиражировать бред по интернету? Ребят, Андрей Кобелев, у тебя 100 тысяч подписчиков, и ты им затираешь про Хит Картер. Там тоже именно эктоморфы, мезоморфы, эндоморфы, но идет уже полноценное измерение по различным показателям. Собственно, по Хит Картеру нужно измерить длину тела, массу тела, обхват плеча, обхват голени, и диаметр дистального эпифиза плеча и бедра, толщину жировых складок. И потом по формулам и таблицам можно рассчитать свой тип телосложения, найти его на графике. Расчеты там довольно непростые, особенно если вы не знаете, что такое дистальный эпифиз бедра, например. Да там и помимо того, что замерять надо разные интересные штуки, которые сложновато замерить в обычной жизни, и вообще нужно воспользоваться рентгеном для того, чтобы в точности, ну или магнитной томографии, чтобы в точности измерить размер той или иной кости, так еще и формула, которую использует Хит Картер в своих измерениях, в своих математических выклоках, это просто дикий бред. Чтобы вы понимали, ну, есть три параметра. Эндоморфичность, мезоморфичность и эктоморфичность, каждый из которых вы будете по-разному рассчитывать. Это уже большой прикол. Но ладно, ладно. В параметре эктоморфичность просто происходит оценка соотношения роста и веса человека. Если бы, если бы, роста и кубического корня из веса человека. Почему? А потому что иначе по формулам не сходилось, у них статистические данные, которые они собрали, иначе не складывались. Любой, кто занимался статистическим анализом, взглянув на те формулы, которые представляет Хит Картер для того, чтобы оценить каждый из параметров эндоморфичности, мезоморфичности и эктоморфичности, и определить свое положение на вот этой вот плоскости, да, он поймет, в чем здесь дело. Но нет, я согласен, что для непосвященного человека, который далек от статистики, далек от математики, все вот эти формулы кажутся невероятно умными, значит, это научно. Нет, это наоборот показать того, что это все псевдонаука, это попытка притянуть результат к тем данным, которые, кстати, были выдуманы, как я уже сказал, для того, чтобы хоть как-то это все складывалось в единую картину. Более того, ознакомившись с одной из оригинальных работ непосредственно Картер, я так и не смог понять, в чем цель этой типологии. То есть, да, они предлагают оценить себя и найти свое положение на этой карте, но для чего? То есть, если Крэшнер говорил о том, что самототипы, самототипы, самототипы по-разному реагируют на разные болезни, об этом же говорил этот советский ученый, об этом же говорил Шелдон, он пытался объяснить как-то поведение, то, что нам дает Хит Картер, я так и не понял. В самой работе я не нашел никаких слов по поводу практического применения. То есть, да, мы определили, изучили человека, определили, вот это у нас здесь находится, вот это здесь. Что нам это дает? Для чего мы это сделали? Там вообще нет слов о том, что мы можем что-то происходить. Да потому что мы не можем ничего предсказать, мы фиксируем текущее положение человека. И даже исходя из тех формул, которые Хит Картер использует, можно понять, что при изменении своего внешнего вида вы будете двигаться по этому полю туда-сюда. В определенных пределах, конечно же, есть лимиты, но вы будете передвигаться. То есть, это не статическая информация. Но исходя из того, где вы сейчас находитесь, предсказать, куда вы будете двигаться, нельзя. Зачем? Зачем все это используется? Кто мне объяснит? Может быть, в комментариях кто-то сможет сказать. Не говоря уже о том, что попытка привязать это на бодибилдинг, это просто бред полный. Ни у кого из этих классификаторов ничего подобного нигде не указано. То есть, нельзя предсказать, что если ты сильный эктоморф, то тебе будет сложно в дальнейшем набирать мышечную массу. Подобных предсказаний не делается. А даже если бы они делались, я более чем уверен, они бы также проваливались по воспроизводимости, как и все предыдущие попытки использовать вот эти вот описательные модели. Я, кстати, сказал уже, что Крешнер и другие, помимо внешнего вида, еще также оценивали строение головы, там, длину носа. Это тоже все, по их мнению, влияло и на поведение, и на болезни соматические, и так далее. Хиромантия какая-то, честно. Вот там такая же логика примерно заложена, как и здесь. Это абсолютно антинаучно. Перестаньте это продвигать в народ, пожалуйста. От того, что там есть математические формулы, это не делает работу более научной. В трудах по экономике знаете, какое количество математических формул? И знаете, насколько в них нет никакого абсолютно смысла, и все это выдумки из головы, которые никак не позволяют предсказать, что будущее будет с экономикой. Сколько раз уже нобелевские лауреаты по экономике просто в трубу вылетали. Есть настоящие науки, настоящие науки, так называемые естественные науки. Физика, химия, биология, да? Они объясняют мир. И есть псевдонауки, так называемые социальные науки, которые ни черта не объясняют на самом деле. Но выглядят псевдонаучно, да. Я провел исследование на себе, сделал все замеры и рассчитал свой тип телосложения по формам. Нашел как бы свою точку на графике. Это будет дополнительное видео на Boosty, оно уже доступно. Так что по ссылочке в описании вы можете перейти и посмотреть его. Вот, кстати, интересно. Жалко, жалко, что Андрей не в открытом доступе показал, где он находится. Просто было бы интересно посмотреть. И было бы интересно посмотреть его положение до того, как он набрал несколько, там, 5-10 кг мышечной массы. Насколько он сдвинулся бы. Тоже довольно интересная тема. Собственно, теперь давайте ответим на самые главные вопросы, которые у всех возникают. Да, вот часто споры идут на эту тему, что каждый же ведь может набрать или похудеть, и что у них будет меняться, тип телосложения, что ли. Дело в том, что у нас в организме есть то, что зависит строго генетически и под внешними факторами никак не может меняться. Ну, это, например, количество мышечных волокон. Общая форма тела, да, то есть толщина костей, длина костей, длина сухожилий, форма ваших мышц. То есть, допустим, если у вас грудные прикреплены друг от друга далеко, то, как бы вы их там ни качали, они не съедутся, да. Единственное, что у вас в организме может меняться, это уровень гипертрофии мышечных волокон, то есть, насколько они большие просто. Когда ты качаешь мышцы, они могут лишь увеличиваться, да, там, в размере, но не меняют форму свою. Но вот изначально заданная, заложенная форма мышцы, например, длинный бицепс, не пиковый, как бы ты его ни качал, он не будет там коротким и пиковым. Так, Андрей, здесь очень много всего смешивает воедино. Нужно понимать, что генетика определяет потенциал развития организма, а не его фактическое развитие, которое также очень сильно формируется под влиянием окружающей среды. Банально, если у вас не будет достаточного количества витаминов, разнообразного питания, макронутриентов, микронутриентов, то вы не сможете развиться до того уровня, до которого могли бы. Если в организме ребенка недостаточное количество определенного витамина, то он с большей долей вероятности заработает себе слепоту и потеряет зрение. Генетически, генетически, он может обладать отличным стопроцентным зрением, но из-за влияния окружающей среды он будет слепым. И это большая проблема, кстати, в странах третьего мира, но сейчас мы не будем об этом говорить, да. Дело в том, что генетика определяет потенциал развития, а не то, какой у вас уровень будет на самом деле. Второе, что может меняться в вашем организме, это уровень подкожного жира. Вот, собственно, и все. Все, на что вы можете повлиять. На уровень гипертрофии мышечных волокон и на уровень подкожного жира. Это определяет, конечно, то, как вы выглядите, но тип телосложения не меняет. Что значит тип? Еще раз, нет типа телосложения никакого. Нет, эта классификация, она несостоятельна. Кристиан Белл, давайте посмотрим на этот прекрасный хрестоматийный пример Кристиана Белла, который сначала был эктоморфом, потом мезоморфом, потом эндоморфом, потом эктоморфом, мезоморфом. И вообще скакал по всей этой типологии и вертел ее, как хотел. Какие еще нужны доказательства того, что эта типология не существует? Я не знаю. Неужели кто-то все еще продолжает верить, что если вот он худой, то он таким и будет? Нет. Типология просто говорит, если я тебе говорю, что ты худой, это не значит, что ты рожден, прирожден быть худым. И на примере, кстати, Майка Барико, который набрал 30 килограмм и все еще считает себя эктоморфом. Можно это увидеть? Нет, нет, ребят, все работает совсем не так. Все работает совсем не так. Вот, например, есть такой атлет, как Дэвид Лейт. На старых своих фотках смотришь на нее, ну, чистый эктоморф, да? Только что в начале ролика буквально мы с Андреем выяснили, что Шелдон, который оценивал по фотографиям... Жирных, усатых, потных мужиков с огромными яйцами. Тип телосложения делал, мягко говоря, неправильную вещь, да? И Андрей сам ссылался на хит-картер, который использует математические расчеты, использует оценки и измерения для того, чтобы понять, к какому типу телосложения относится человек. Буквально через несколько минут после этого Андрей сам по фотографиям говорит, что Дэвид Лейт у нас, Дэвид Лейт у нас эктоморф. Потом он поднабрал, раскачался, типа стал эктоморфом, но... Ну, нет, он как бы остался эктоморфом. Просто интересно, Андрей, ты вот по хит-карте проверял, что он остался эктоморфом? Просто у него не хилый такой рост и не хилый такой сейчас вес для того, чтобы быть эктоморфом. И даже если ты посмотришь описание эктоморфов, Дэвид Лейт под них ну никак не подходит. Просто называть Дэвида Лейта с его телосложением эктоморфом... Я не знаю, что сказать, я не знаю. Всем бы эктоморфом так выглядеть, всем бы. Я вот почему-то так не выгляжу. Почему-то. Хотя мне говорят, что я эктоморф, он эктоморф. Вот как-то я смотрю на Дэвида Лейта и как-то вот не ощущаю с ним эктоморфического ротвака. Я не могу, ребята. Серьезно. Что мы обсуждаем? Это, в общем-то, видно по его пропорциям. То, как у него построены, расположены мышцы. Пропорции. Ну вот генетически у него такие пропорции. Могли быть другие пропорции. В чем? В чем здесь эктоморфичность? К слову, в твоей же самой типологии хит-картера ничего про пропорции нет. Несмотря на мышечную массу, он все равно такой относительно долговязый. У него тонкий костяк. Тонкие, скажем так, колени, допустим, ноги, в общем, относительно тела, запястья. То есть те места, где как бы мышечной массы не набрать, они изначально тонкие, то они как бы тонкими останутся. То есть эктоморф может сесть на стероиды, может набрать мышечную массу. Но эктоморфом он быть не перестанет. То же самое эндоморф может похудеть в ноль, да. Есть такой прекрасный профессиональный боксер Мэнни Пакьяу, у которого огроменные запястья, но назвать его эндоморфом язык не поворачивается. Или мезоморфом. Вот как-то знаешь при его росте и весе. Что скажешь про это, Андрей? Посмотри на Мэнни Пакьяу и скажи мне, что это вот эндоморф. У него ведь кости толстые, блин. Кости примерно у всех людей одинаковой толщины. Если бы кости были сильно толще, это было бы сразу заметно, что видно на примере вот этого вот армрестлера, у которого одна рука имеет кости всего лишь, всего лишь на 30% толще. На 30%. Даже не в несколько раз, на 30% толще, и мы видим вот такой результат у него. Из-за того, что из-за генетической мутации у него в одной руке кости на 30% всего толще. То есть кости примерно у всех одинаковые, да. Есть высокие люди, есть не такие высокие. И, соответственно, конечно же, они будут отличаться. Но не так сильно, как вы все считаете. Стать рельефным и так далее, но все равно он будет такой широкий, да. То есть там супер какой-то тонкой осиной талии у него не получится добиться. Ну, приводить, например, Сарычева, который тоже на куче интересных препаратов сидел, это более чем странно, более чем странно. Осиной талии, я не понимаю, о чем здесь речь просто. Я не понимаю. Он может и дальше худеть. Сарычев наверняка может дальше худеть и худеть и худеть. И если он будет работать над V-образной талией, то я думаю, что он вполне себе сможет к ней вот этому вот V-образному силуэту прийти. Просто учитывая его первоначальное положение, с которого он начнет худеть, и тот уровень, до которого ему нужно достигнуть, чтобы был видимый результат, то, естественно, там огромное количество работы и огромное количество времени придется провести. Просто никто этим не будет заморачиваться. Если ты решил, что ты огромный, то ты огромный. Случаи, когда ты решил, что ты огромный, а потом решил, что нет, ты будешь супер худым и рельефным, потому что это очень странный переход, это реально в жизни человека что-то очень серьезное произошло, что он решил так резко себя изменить. Собственно, тип телосложения определяет еще в первую очередь предрасположенности к чему-то, да? То есть то, каким ты будешь без внешнего воздействия. Нет, они не определяют, каким ты был, они не определяют, каким ты будешь. Они вообще ничего не определяют, как уже было доказано опровержениями всех известных самототипических типологий. Они ничего не определяют. То есть ты просто живешь, ты не занимаешься спортом, не тренируешься, не питаешься направленно как-то, а вот, собственно, просто поел, наелся, да? Ну, обычный режим дня, да? Это ошибочное представление о том, что ты просто как-то живешь. Нет, на тебя влияют те традиции, те условия жизни, в которых ты рос. Если ты рос в семье, в которой принято наедаться до отвалу, то ты, естественно, будешь весить гораздо больше, чем если ты родился, не знаю, в Южной Африке, в которой одна буханка хлеба на всю неделю на семью из пяти человек, и поэтому ты просто не доедаешь. Хотя в обоих случаях ты просто ешь, ты вот живешь в тех условиях, которые у тебя есть, ты не тренируешься, ты ничего дополнительно не делаешь. Нет, образ жизни влияет, любой образ жизни. Если ты не начал целенаправленно что-то в своей жизни менять, это не значит, что твой образ жизни не сформирован и не влияет на тебя. Это относится не только к тренировкам, не только к питанию. Если ты рос в семье, где принято было там по вечерам, не знаю, напиваться, да? У тебя один образ, одно сформированное сознание. Если же ты рос в семье, в которой принято читать книги постоянно, у которой огромная библиотека, которая ходит в театры, музеи, там, не знаю, развивается, то у тебя будет совершенно другой образ жизни сформирован. Окружение играет невероятную роль в формировании человека. Конечно, человек это не та була раса, куда можно что угодно записать. Определенные предрасположенные есть, но они не заложены во внешнем виде. Внешний вид является следствием определенных предрасположенностей, которые заложат в человеке. Если у тебя есть генетические предрасположенности, я не знаю, у тебя нервная система реагирует определенным образом, у тебя количество кровяных телец изменено, у тебя генетические, так же как у Андрея, например, Кобелева, генетические проблемы с желудочно-кишечным трактором. Естественно, тебе будет гораздо сложнее набирать массу, чем у людей, у которых нет таких проблем, потому что они просто едят и никаких не испытывают неприятных ощущений. Если же у тебя приемы пищи создают, особенно повышенного объема, проблемы внутри организма, и это проблемы на генетическом уровне, то это будет отражаться на твоем внешнем виде. Он является их светлым, и поэтому, взяв двух случайных людей худощавых, сказать, что вот они худые, поэтому они всегда будут худыми, при том, что у одного из них есть проблемы, а другой просто, не знаю, неинтересно ему, вот не нравится ему есть, например, мне процесс еды не доставляет ни малейшего удовольствия. Мне гораздо интереснее другими вещами заниматься, чем просто есть, блин, сидеть и есть. Это будет неправильно. Нужно смотреть в корень. И за те почти сто лет с момента появления первоначальных классификаций на самотипы, самототипы, как их там правильно, человечество и человеческая наука сделал огромный шаг вперед в понимании того, что на самом деле играет роль, что на самом деле является той причиной, почему один человек выглядит так, а другой выглядит иначе. Это нужно понимать. И вот в этом случае уже тип телосложения определяет, как ты будешь выглядеть, будешь ли ты толстым или худым. То есть тут есть предрасположенность. То есть эктоморф, он на обычном питании и без тренировок будет склонен к худобе. Эндоморф, наоборот, склонен к ожирению. Я и так худой, но когда я бросаю тренировки, я вообще там в дистрофию укатываюсь. Вот мой брат, например, если помните, он тут со мной тренировался, худел. Похудел с 82 до 68 килограмм. А потом уехал, забил на тренировки, забил на питание и набрал там до соточки. Поэтому, глядя на себя, на окружающих, на то, как люди питаются, тренируются, и все равно все имеют различные телосложения и различные склонности, то можно сделать вывод о том, что типы телосложения все-таки существуют. Нет, нет! Можно сделать вывод о том, что люди разные, люди живут разными жизнями, ведут разные образы жизни, по-разному питаются, по-разному тренируются, разные цели перед собой ставят, разные результаты получают. Вот такой вывод можно сделать. Вывод о том, что типы телосложения существуют, и худой никогда не наберет, или толстый никогда не похудеет, и этот вывод сделать нельзя. Нельзя. Никаких типов телосложений на самом деле не существует, что все это очень и очень пластично, что человек — это глина, из которой можно слепить то, что тебе хочется. Конечно, в определенных пределах. Я не говорю, что ты можешь взять и стать чемпионом мира, можешь стать олимпийским чемпионом. Нет, эти ребята — это генетические уникумы. Но худой паренек может подкачаться, может набрать мышечную массу, может стартовать до 50 килограмм и набрать до 90. Тот же пример Майк Борейко, опять же. И он далеко не единственный пример подобных превращений. Просто вопрос в том, насколько ты готов заморочиться. И проблема в том, что большинство людей не готовы. Они только на словах хотят похудеть, хотят набрать мышечную массу, хотят подтягиваться много раз, хотят сжать сотку от груди, хотят, 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 хотят. Но они не хотят делать. Потому что одно дело — заявите о том, что ты хочешь чего-то достичь. И другое совершенно дело — это каждый день выходить на площадку и работать над собой. Каждый день. Вне зависимости от погоды, настроения, того, что происходит у тебя в жизни, какие у тебя есть проблемы, какие есть передряги. Все равно ты выходишь и работаешь, выходишь и работаешь, выходишь и работаешь. И за дня в день, и за дня в день, из недели в неделю. И со временем, не через месяц, не через полгода даже, со временем ты получишь результат. Так это работает. И большинство людей не способны к дисциплине. Они просто не готовы тратить так много сил, времени и энергии на то, чтобы получить результат. И поэтому они придумывают различные отговорки. Почему у них не получилось? Ох, это просто моя конституция. Нет, жирный боров. Это просто твое отсутствие дисциплины. Которая, кстати, да, да, дисциплина это тоже один из факторов, который передается генетически. И одним людям следовать дисциплине гораздо легче, чем другим. Но это тренируется. Нейроны в мозгу формируются. Ты можешь научить себя быть дисциплинированным, быть собранным, следовать своей цели и не отвлекаться на всякую ерунду. И ты не поверишь, насколько может измениться твоя жизнь, если ты начнешь это делать. Вот так-то. А вовсе не то, что есть разные типы телосложений, бла-бла-бла. Люди все разные, да, но ты всегда можешь стать лучшей версией себе. И это никакая не выдумка. Это не значит, что вы не сможете никак поменяться. И вы заложник своего типа телосложения. То есть вы можете набрать мышечную массу, вы можете уменьшить уровень подкожного жира или наоборот увеличить. Просто каждый человек индивидуален и у каждого будут свои склонности. И вот чтобы добиться своих целей, нужно знать эти склонности и попытаться их преодолеть. То есть если ты эктоморф, склонен кудобе, то тебе придется тренироваться на массу, питаться на массу, то есть следить за своим рационом и за здоровьем. У тебя гиперактивная нервная система, обмен исчез, нужно как-то себя там успокаивать. Поэтому поменьше стресса, я вот даже на успокоительных сидел и из-за этого начал набирать разобрать влияние ЦНС на набор массы, там лишний вес и так далее. Нет такого понятия, как тренировки на массу. Питание на массу, если имеется в виду профицит калорий, то это в принципе для любого человека с любой конституцией, который хочет набрать вес. Питание с дефицитом калорий для любого человека с любой конституцией, который хочет скинуть вес. Что касается стрессов, их рекомендуется избегать абсолютно всем людям, вне зависимости от их конституции. Потому что стресс является очень вредным фактором для нашего организма чуть ли не канцерогенным. Так что, ребята, не стрессуем, на расслабоне все и будем получать результат. Собственно, самые сильные жиросжигатели это стимуляторы, которые сильно разгоняют ЦНС. Если ты мезоморф, да, среднячок, то тебе придется балансировать, опять же, усреднять свой рацион, чтобы лишнего не набрать. Что значит усреднять свой рацион? Что это такое? Есть понятие баланса калорий. Если ты хочешь набрать, то создаешь профицит. Если ты хочешь скинуть, то создаешь дефицит. Если тебя устраивает текущий вес, ты держишь баланс на том уровне, на котором он есть. Все. Что значит усреднять свой рацион? Он в любом случае должен быть сбалансирован по макро- и микронутриентам. Все равно. Что значит усреднять? Вот эти вот качковские идеи, которые Андрей транслирует, продолжает транслировать в 21 веке. Зачем? Зачем ты это делаешь? Вроде уже хороший у тебя канал был с полезной информацией именно по упражнениям, по тренировкам. Зачем вот это продолжать тиражировать эти давно уже устаревшие и развенчанные мифы? У эндоморфа при обычном питании уже, значит, есть лишний вес и ему нужно направить именно все усилия на то, чтобы похудеть. Резать калорийность, больше тренироваться, то есть более высокообъемный тренинг должен быть и, собственно, выстраивать еще свой образ жизни так, чтобы ты больше двигался, больше активности. Это не связано с твоим типом телосложения, это связано с тем, что если ты хочешь создать профицит калорий, ты можешь его делать как за счет увеличения количества потребляемых калорий, так и за счет снижения активности, то есть снижения количества трачиваемых калорий. Правда, второй вариант, он довольно странный. Все-таки движение это здоровье и человек создан для того, чтобы двигаться, а не для того, чтобы сидеть и набирать калории. Этектоморфу можно малоподвижный образ жизни делать. Потому что я тут в деревне пока там всю картошку выкопаю, тут все ремонты, блин, постройки. Я тут и строитель, и электрик, и сантехник, да, и... А потом бух стал на весы и по-на-мать, опять похудел. А с другой стороны ты никак не сможешь поменять, допустим, костяк. Если у тебя тонкие кости в ногах, хрупкие суставы, то там пауэрлифтером ты не станешь. Там, 300 килограмм ты не присядешь. Ни при каких обстоятельствах. Но зато сможешь стать гимнастом, да, там, передний виз. Пусть ноги-то легкие. Поэтому у каждого типа телосложения есть свои плюсы и минусы. И под каждый тип телосложения есть различные виды спорта, где этот тип телосложения имеет свои преимущества. Так что, короче, главный вывод познай себя и используй свои сильные стороны, да. Даже если тебе кажется, что это твои слабости. Ну и, друзья, не забывайте, что три последних выпуска на Boosty теперь бесплатно. Теперь вы, когда вы посмотрели видео, переходите туда. Также в дополнение там будет видео про то, как рассчитать свой тип телосложения. И увидимся в следующем выпуске. Теперь-то мне уже ничего не надо ремонтировать. Ну пока. Что я могу сказать? Что я могу сказать? Андрей Кобелев в этом видео попытался объяснить нам, что типы телосложения существуют, но по факту предоставил лишь еще больше информации для опровержения того, что они существуют и хоть как-то влияют на то, кем вы можете стать. Да, все люди разные. Да, вы можете сказать, что этот человек, не будем использовать вот эти вот пафосные эктоморф, астетик, да, худой, а этот средний, ну там подкачан, да, этот толстый. Но это только констатация того, каким он является сейчас. И на основании тех параметров, по которым происходит оценка типа телосложения, соматотипа человека, невозможно сделать прогноз относительно того, как он будет развиваться в дальнейшем. Более того, все известные на данный момент попытки предсказания чего-либо основываясь на соматотипах абсолютно провалились. И это было уже многократно разобрано, доказано, и уже полвека, как отказались от всей этой ерунды. Но тем не менее, в популярной литературе, особенно в среде не очень образованных фитнес-тренеров или дворовых подвальных кочек, все еще продолжает тиражироваться миф о том, что если тебе тяжело набрать, значит ты эктомор. А не раздолбай. Нет, ты раздолбай. Ты раздолбай, который не может организовать свои тренировки и питание. Если тебе тяжело скинуть, если ты весь такой тучный, то ты эндоморф. Нет, просто у тебя с детства были неправильные привычки питания, потому что большинство людей действительно питаются не оптимальным образом, не самым здоровым образом, не самым полезным для организма образом, но зато самым простым и доступным. действует обычно по пути наименьшего сопротивления. В этом плане мы сейчас живем в таких прекрасных условиях, которые никаким нашим предкам никогда раньше не снились даже в самых их влажных мечтах. Именно поэтому от нас уже не требуется быть настолько спортивными и активными, как раньше. Поэтому зачем стараться? И большинство людей не стараются. И поэтому получают именно тот результат, который они получают, становясь жертвой жадных капиталистов, которые используют все свои научные достижения для того, чтобы кормить нас неполноценной, полезной, здоровой пищей, которую очень долго и дорого создавать. А вот этими отрафинированными продуктами в коробочках и упаковках, которыми завалены магазины просто до нельзя. Можно ли винить их в этом? Нет, они просто играют в ту игру, в которую сейчас играют все. И я хочу сказать любому, кто попытается обвинить капиталистов в том, что они наживаются, вот именно капиталистов, которые производят еду, огромное количество достижений пищевой промышленности, к которым мы привыкли и с точки зрения регуляции со стороны государства, например, те же составы, когда пишут на продуктах, это является следствием капиталистической конкуренции. Кто не в курсе, очень рекомендую почитать историю Хайнса, создателя известного кетчупа, и того, что он сделал в рамках борьбы со своими конкурентами, в рамках повышения качества продукции для того, чтобы его потребители получали все самое лучшее. В то время, как государство, наоборот, становяло на стороне старого привычного бизнеса, который мог вам и крысу подкинуть в банки с непонятно чем, потому что никто не писал состав, и выступало категорически против, буквально стояло на каждом шагу палки в колеса Хайнсу, но в итоге конкуренция, капитализм, победа и качественная еда. Так что это единственный вариант двигаться вперед. Было бы что-нибудь лучшее, я бы агитировал за что-то лучшее. Пока ничего лучше, чем капитализм нет, я буду агитировать за капитализм. Таким образом, на этом ролик, я считаю, разобранным. Если вам понравился такой разбор, если вы хотите, чтобы больше разборов выходило или выходили чаще, подписывайтесь на наш канал на сайте Бусти, становитесь спонсором проекта. Можете приобретать также вот такие классные футболки сегодня в магазине WorkoutShop.ru. Вся прибыль от них также идет на съемки новых видео, и я буду вам очень благодарен. Также можете предлагать свои идеи, свои темы, свои ролики для разборов. В комментариях я все читаю, лучшим комментариям ставлю сердечки и обязательно на все вопросы отвечаю. С вами был Антон, канал Street Workout. Увидимся в следующем ролике. Пока! Обожженную кусачим пламенем ладонь Пытаюсь удержать как можно дольше над огнем Если в итоге не смогу не одернуть ее Значит это не мое Субтитры сделал DimaTorzok